МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях региона расскажем в информационной программе День Республики в студии Наталья Доржиева. Сводная информация о земельных участках. Калмыкия вошла в число пилотных регионов по внедрению национальной системы пространственных данных. Именитые спортсмены сразятся в поединках за звание лучших. Организаторы фестиваля единоборств и вечера бокса рассказали о предстоящем спортивном событии. Эхо войны. Поисковики нашли и ликвидировали снаряды времен Великой Отечественной войны. Глава Калмыкии Батухасиков провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В начале совещания участники почтили минуты молчания память погибших в результате теракта в Подмосковье. Руководитель региона отметил, что власти держат на постоянном контроле вопрос защищенности социально значимых объектов и мест массового пребывания людей. В последние дни фиксируются случаи, когда пользователи сети, в том числе дети, получают сообщение от неизвестных лиц с предложением совершить теракт за оплату. В этой связи Хасиков поручил ответственным ведомствам уделить вопросу безопасности в интернете и его профилактике особое внимание. Для того, чтобы все это было более системно, будет создана рабочая группа. Калмыкия вошла в число пилотных регионов по внедрению единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Это значит, что сведения из всех профильных ведомств о земле и недвижимости, расположенных на территории республики, будут отображаться в единой электронной системе. По словам руководителя Калмыцкого Росреестра, новый сервис поможет создать условия для экономического развития региона в сфере строительства и недвижимости. Работает над единой цифровой платформой «Национальная система пространственных данных» с 2020 года. В ней будут систематизированы пространственные данные как федерального, так и регионального значения. В этот сервис все ведомства будут носить свои сведения в объектах недвижимости. Допустим, Министерство сельхозназначения будет носить сведения о земле и сельхозназначении, Министерство строительства, о градостроительной деятельности, Министерство культуры, об объектах культурного наследия. Также туда будут внесены сведения из лесного и водного реестра и так далее. То есть это будет такая большая единая цифровая база данных, в которой будут работать все заинтересованные ведомства для оказания услуг к населению. Прежде всего, это повысит эффективность использования земельных ресурсов, упорядочит и упростит доступ к сведениям об объектах недвижимости. Также будут содержать такие полные точные данные для всех отраслей. Как добавил представитель Росреестра, национальная система пространственных данных необходима для управления и анализа земельных ресурсов, объектов недвижимости и пространственной информации. Планируется, что полностью программа заработает в 2030 году и будет содержать сведения о недвижимости всей страны. 28 марта в столице Калмыкии пройдут сразу два масштабных спортивных события «Вечер бокса» и «Вестиваль единоборств Сириджаб-Тюмень». Именитые спортсмены Калмыкии, а также представители регионов России и ближайшего зарубежья сразятся за звание лучших в поединках по боксу в национальной калмыцкой борьбе, бекбер-эльдан и кикбоксингу. О том, что ожидает зрители и чем еще удивят грядущие поединки, рассказали представители регионального министерства физической культуры и спорта Калмыкии, а также сами спортсмены в ходе прошедшего брифинга с журналистами. Кульминацией вечера бокса станет рейтинговый поединок между калмыцким бриллиантом Чингисом Натыровым и бойцом из Узбекистана Шахриером Исаковым. Оба спортсмена – чемпионы международного уровня, многократные победители и участники мировых состязаний, за плечами у которых громкие победы и яркие бои. Грядущий же поединок, как отметили сами виновники события, запомнится многим. «Традиционно присутствовать на родной земле, так как подготовка несколько месяцев у меня проходила в Москве, в профессиональном клубе «Бупас Джим», которым я занимаюсь. На днях буквально приехал, уже чувствую большой прилив сил, много гуляю по городу, дышу свежим воздухом нашим, калмыцким стипным ветром. «Полностью готовы, отлично себя чувствую, в хорошей форме. Завтра покажем все в бою». «Здравствуйте, калмыцкий, я очень рад, что быть здесь, участвовать в вашем городе, и причем главный бой вечера. Мотивирует его, что это серьезный соперник, и серьезная ответственность в главный бой вечера. Поэтому к этому бою очень я хорошо готовился, я очень хорошо подходил, знаю соперника, мы встречались с ним, и завтра приехал только побеждать». Вечер бокса продолжится фестивалем единоборств «Сериджаб Тюмень», который традиционно носит имя одного из калмыцких исторических деятелей. Название для фестиваля выбрано символичное, ведь «Сериджаб Тюмень» – личность, несшая ощутимый вклад в историю Калмыкии, бесстрашно сражаясь за свободу Родины и с армией Наполеона. Как отмечают организаторы, проведение таких масштабных событий с исторической привязкой дает большой толчок к развитию спорта и культуры в регионе, а также влияет на современную молодежь. «Героев прошлого времени, того времени, которые участвовали в становлении наших земель, развивались, защищали. Мы все-таки не забываем про своих героев, наших земляков, предков. И вот так она передается из поколения в поколение. Это была история наших земляков». Фавориты калмыцкой национальной борьбы считают, что нельзя быть на 100% уверенными в победе. Непредсказуемость и влияние случайных факторов могут изменить ход любой схватки. «Это наш вид спорта национальный. Мы как с греко-римского вида спорта. Хочу попробовать себя. И видите, что национальная борьба, она объединяет все виды. Можно сказать, что в первую очередь спасибо, что и развивает это. Те спортсмены, которые не добились в своем узком профиле, скажем так, для этого есть национальная борьба, для того, чтобы себя раскрыть с новой стороны. И это радует. И для этого ты идешь и борешься на этих соревнованиях». Для тех, кому не удастся вживую понаблюдать за зрелищными боями, организаторы предусмотрели прямую трансляцию на телеканале Бокс ТВ и на страничках Министерства физической культуры и спорта Калмыкии в социальных сетях. В Калмыкии родители выпускников написали ЕГЭ по истории. Такая акция проходит по всей стране. Мероприятие призвано помочь школьникам и их родителям снять психологическое напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам. Лучше познакомить общественность с процедурой. Взрослые проходят тестирование по сокращенной системе всего 30 минут. Родители будущих абитуриентов прошли все этапы, с которыми предстоит столкнуться их детям на ЕГЭ. Пропускной режим, скрытие конвертов с бланками, их заполнение и, конечно же, решение задач. В нашей республике Калмыкия проходит всероссийская акция «Сдаем вместе день ЕГЭ сдачи родителями». Инициатором данной акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Отметим, что данная акция проходит уже восьмой раз в нашей республике. Всего на сегодняшний день продолжительность экзамена будет составлять для наших родителей 30 минут. Но мы хотим показать в первую очередь нашим родителям, что экзамен должен проводиться и проводиться в доброжелательной психологической обстановке, что мы всегда идем навстречу нашим ученикам. Даже те внештатные ситуации, которые возникают, мы это все обговариваем и объясняем нашим родителям. Любые этапы, которые мы проводим в аварийной экзамене, даже в распечатке, мы это все комментируем, чтобы наши родители знали, как это происходит. И наши родители задают вопросы, как это проходит. У нас была такая, допустим, сейчас нештатная ситуация, когда наш родитель пришел без паспорта. Мы объясняем, что если ребенок пришел без паспорта, есть представитель со школы, который подтвердит личность этого ребенка. То есть мы тоже идем навстречу ребенку, чтобы это не было его нагрузкой психологической для этого ребенка. То есть мы его допустим к экзамену. Боеприпасы Великой Отечественной войны обнаружены на территории Яшкульского района. В ходе разведывательной работы поисковики нашли боеприпасы различного калибра недалеко от поселка Холхута. Именно там в 1942 году шли ожесточенные бои. Как известно, сезон полевых экспедиций вахта памяти проходит каждый год и начинается в апреле. Перед этим активисты ведут разведывательные мероприятия. По словам ветерана поискового движения Игоря Кравчука, на место раскопок выехали сотрудники Росгвардии, которые уничтожили опасные находки. Устранение проходило на установленной подрывной площадке. Бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Индивидуальный предприниматель подавал неверные сведения в декларации. В связи с этим по материалам региональной налоговой службы возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что в период с 1 января по 31 декабря 2021 года индивидуальный предприниматель, сорегистрированный на территории Малодербетовского района республики, будучи достоверно осведомленным, что у него имеется обязанность исчислить и уплатить налоги в соответствии с общей системой налогоблажения, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов по финансовым операциям на сумму более 4 млн. рублей, которые впоследствии представил в налоговый орган. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Продолжается декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. Не позднее 2 мая этого года подать сведения должны более 10 тысяч человек. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году гражданин, к примеру, продал недвижимость или транспортное средство, которые были в собственности меньше минимального срока владения. Получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею до 15 тысяч рублей, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Также сдать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо в срок не позднее 15 июля 2024 года. В Международный день театра в музее имени Пальмова открылась выставка, посвященная театральному художнику Дмитрию Сучеву. В 1937 году из Москвы он приехал в Калмыкию работать в Государственный театр имени Батар-Басангова. Во время депортации в 43-м уехал в Белоруссию. Но как только пришла весть о том, что Калмыкии возвращаются, Дмитрий Вячеславович вернулся в Калмыкию, который полюбил с первого взгляда и уже не смог расстаться. В экспозиции представлены работы автора, которые ранее не были опубликованы. Есть также небольшой раздел с эскизами национальных костюмов, которые были сделаны автором более 70 лет назад. Работая над эскизами первого спектакля, Сычев ездил по хатонам и собирал национальные костюмы. И именно в них актеры играли на сцене во время первой постановки. Выставка продлится до конца апреля во время празднования фестиваля. Тюльпанов гости столицы смогут поближе познакомиться с творчеством заслуженного деятеля искусств Калмыцкой СССР. В музее очень большой фонд его. Почему? Потому что он всегда передавал все, что у него было. Он всегда говорил, я очень люблю калмыков, культуру, традиции. И я не люблю, когда они используют свойственные только калмыкам цвета. А калмыки всегда использовали все цвета радуги. Вот эти вот крохи, эскизы, сохранившиеся в его домашнем архиве, которые он нам передал, нам позволяют точно воспроизвести настоящий калмыцкий костюм. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точки» и Ростелекома на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова